Добрый день! Сегодня мы поговорим об особенностях глаголов иврита в будущем времени. Мы будем говорить о разговорном современном языке. Сначала немного теории. Я напомню вам. Я скажу на иврите это Агид или Ани Агид. Можно говорить с местоимения. Он скажет Ягид или Гу Ягид. Разница. Агид здесь приставка Алиф. Я скажу. Он скажет. Приставка Юд. Ягид. Разница в приставке Алиф или Юд. Я или он. Я подумаю Ахшов или Ани Ахшов. Он подумает Яхшов или Гу Яхшов. Он подумает Я приглашу или Я закажу Ани Азмин. Он пригласит Гу Язмин или Язмин. Все понятно. Никаких проблем нет. И вот обращается ко мне ученик и рассказывает ситуацию. Начал он уже на иврите разговаривать с сыном. И обращает внимание, что сын его вместо Агид говорит Ягид. То есть дословно получается Я. Он скажет. И папа его поправляет. Говорит так неправильно. Нужно говорить Ани Агид. Я скажу. А сын настаивает на своей версии. Нет. Они Ягид. И так все в школе говорят. И обращается папа ко мне. И говорит. Что делать? Как бы недоразумение получается. Может вы неправильно меня учили. Ситуация такая сложная. И я сейчас попытаюсь объяснить. В последние 10-15 лет намечается очень устойчивая тенденция. Когда в первом лице. То есть когда говорят Я. Используют приставку ЮД. Не АЛЕФ. А ЮД. И говорят Ани Ягид. Более того. Так даже пишут в СМС. И вместо того, чтобы сказать АХШОВ. Я подумаю. Может быть сказано Ани ЯХШОВ. Вместо того, чтобы сказать Я приглашу АЗМИН. Будет сказано АНИ ЯЗМИН. То есть используется приставка ЮД. Теперь вопрос. Что делать? Как быть? С одной стороны. Мы когда учим ИВРИТ. Неважно у кого. На курсах. Или мы работаем с преподавателем. Нас учат. Что в первом лице приставка АЛЕФ. И мы уже привыкли к этому. А тут вдруг нам говорят что-то совсем другое. Переучиваться. Очень серьезный вопрос. И. Моя рекомендация. Я сам так не говорю. То есть я не говорю АНИ ЯГИД. Тем более я так не пишу. АНИ ЯГИД. Но если вы находитесь в молодежной среде. То есть например в школе. Или вы студент. Или вы работаете в молодежном коллективе. И вокруг вас все говорят вот таким образом. АНИ ЯГИД. АНИ ЯЗМИН. То выбор ваш. Я рекомендую именно вам. Говорить так как говорят все окружающие. И чтобы вы не выделялись. Но. Если вы находитесь не в Израиле. То есть вы находитесь за границей. Для меня за границей это не в Израиле. Я не рекомендую вам так говорить. Потому что за границей все ориентированы на иврит высокого стиля. И. Если вы не находитесь в молодежном коллективе. И с вами работают люди поколения 40+. Имеется ввиду возраста 40+. Я тоже не рекомендую так говорить. Потому что скорее всего они так не говорят. И тенденция сейчас есть. Может быть через несколько лет она изменится. Но я подозреваю. Сейчас 2018 год. Я подозреваю. Что еще лет 5. В 2023. Возможно это уже будет нормой. Говорить с юдом. И тогда придется изменять немного правила в грамматике. Я подозреваю. Что на данном этапе я первый. Кто вот это сейчас высказал. Потому что информацию об этом вы нигде не найдете. Это абсолютно не норма. Даже для разговорного языка. Но тенденция устойчивая. Она есть. И поэтому пренебрегать этим мы не можем. Я вам должен был об этом рассказать. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Литроот. До свидания.